Уважаемые любители моих фотографических роликов, сегодня у нас в общем новогодний выпуск, можно поразгильдяйничать некоторое количество времени и, так сказать, предаться всяким приятным занятиям, я имею ввиду там той же фотографии, потому что обычно на это время не хватает. Сегодня речь пойдет о двух довольно забавных объективах, с которых началась история фотографии. Один из них это простейший двухлинзовый ахромат, то есть то, что называли потом ландшафтной линзой или простым объективом, а второй это объектив схема, которая почему-то называется Пицвалем, хотя была впервые создана Шарлем Шевалье во Франции. Так вот, эти два объектива, они появились практически вместе с фотографией. Даже ахроматическая пара чуть-чуть опередила создание объектива Шевалье, более сложного, четырехлинзового, из-за того, что сам Шевалье, в общем-то, был и создатель этой самой ахроматической пары. Он ее создал как объектив для телескопов, чем повысил качество исследований, а потом как и объектив для микроскопов. В результате довольно быстро Швана Шлейден, собственно, создан клеточную теорию, на котором строится вся современная биология. Таким образом, ахроматическая пара была, так сказать, первородной Шарля Шевалье, и поэтому первые догеротипные камеры, которые появились уже осенью 1939 года, в том числе и в России, в Москве на Кузнецком, в Москве стоили, кстати говоря, довольно дорого, они были все снабжены вот этой самой ахроматической парой, отрицательные положительные линзы, склеенные с помощью канадского бальзама. Эти объективы оказались настолько хороши, настолько универсальны и настолько, скажем так, рабочими, что на протяжении почти 60 лет эти объективы вовсю использовали, даже совершенствовали вплоть до начала 20 века. Нас интересует то, как с ними работали. Все все время жалуются о том, что вот, мол, где у них низкая чувствительность этих объективов, то есть низкая диафрагма, поэтому, мол, они очень вредно влияют на съемку. Все это, конечно, глупости, потому что диафрагма 14 начальная, она была вынужденная при большой линзе, там маленькая дырочка, но дело-то в том, что плохие материалы были никчемные. Вот когда чувствительность материалов хоть чуть-чуть химики повысили и появился коллодионный процесс, дело пошло вообще отлично. Посмотрите на США. В США там на основании коллодионного процесса, как вы знаете, после дегеротипии появился амбротипия, а потом и ферротипия, когда просто слой наносится на металлическую пластинку и снимается, получается один кадр зеркально обращенный. Вот вы их сейчас видите как раз дегеротипы, амбротипы и ферротипы. Оказалось, что это отличный объектив, ахроматическая пара. Ничего лучшее желать нельзя. Почему? Потому что он позволял получать независимо от размеров группы достаточно резкое изображение, четкое, ясное. Вот эта ясность, как писали старые фотографы, то есть маленькое количество линз, маленькое количество переотражений. Мутность отсутствует, как писали наши с вами соотечественники в начале 20 века. Мутность отсутствует. То есть поэтому ландшафтный объектив вообще идеальный, но самое смешное, что в основном им и снимали. Я имею в виду портретную фотографию. И вы можете сейчас полюбоваться на несколько ферротипов поздних, которые, так сказать, дожили до, почти до начала продаж сухих желатиновых пластинок, на которых вы видите, что никаких искажений, характерных для Пицвали, например, нету. Никаких вот этой верчонки на заднем фоне в нерезкой зоне вы найти не сможете. Никаких глухих искажений, характерных для объектива Пицвальевской схемы вы тоже обнаружить не сможете. В чем дело? Да очень просто. В США, где процветала ферротипия и выдавила все виды другие фотографии, вот эти объективы простейшие, простые ахроматы, доминировали до начала 20 века. И они продолжали выпускать камеры с такими объективами, несмотря ни на что. Потому что для любителей это было удобно и хорошо. По этой причине не стоит забывать об этих объективах. Для испытания я взял вот такую камеру, из которой вывинтил объектив. Как видите, он здесь примитивнейший. Примитивнее некуда. То есть здесь две выдержки, одна двадцатая от руки и три диафрагмы 14, 22 и 32. Вот такая простенькая штучка. Здесь без всяких кремольер, наводки, нарезки. Все надо двигать руками на формат 9 на 12 сантиметров. Замечательная камера, которая была выпущена как раз с таким же объективом, который использовался на заре фотографий. И вот посмотрите, что я сделал с этой камерой, вывинтив объектив, переставив его на Хасельблат, как сейчас вы видите на картинке. И я получил несколько изображений. Этот объектив не только хроматическая склейка. Блестяще работает по цвету, чем-то напоминая акву с начала 70-х годов. Такая очень специфическая картинка, которой мы должны быть обязаны создателям Хасельблата цифрового 907-го, поскольку профиль, который использовал эту камеру, показывает, что ахроматическая пара работает и работает отлично. Кстати, и с резкостью, и с разрешением у нее все в порядке. Таким образом можно сказать, что ахроматическая пара работы, которой вы полюбовались, она создала такую эпоху целую. Ну, лет 40 вообще конкуренции почти никакой не было. Забывать о ней не надо, потому что вы видите вот не только портретные, но и ландшафтные снимки, которые, в общем-то, греют душу как своей цветопередачей, так и разрешение. Второй сегодняшний подопытный – это у нас объектив «Шевалье», который обычно называют «пицвалем». В поздних моделях здесь есть специальная щель, куда можно засовывать диафрагму вставную такую. Ну, а в ранних, совсем в ранних моделях, никаких щелей нету. Это можно посмотреть по каталогам «Шевалье», там-то одевалась, сюда винчивалась обычно такая специальная крышечка с дырочкой вот такого образца, которая позволяла снимать с диафрагмой. Ну вот, объектив довольно хороший. Конструкция и у «Пицвали», и у «Шевалье» одна и та же, но это пораньше появилось. Ну, это известная история о том, что когда, значит, судебная комиссия должна была посмотреть первичные расчеты, «пицваля», в его дом накануне забрались разбойники, которые не взяли никаких ценностей, ни столового серебра, ничего другого, а украли только никому ненужные расчеты. Поэтому решайте сами, откуда «пицваль» взял свою схему. Быстрее всего, я думаю, что этим воспользовался схемой «Шевалье» фахтлендер, который подставил «пицваля» в качестве а как бы расчетчика, а сам скопировал объектив, чуть-чуть изменив, в том числе и состав стекол, и получил тот самый знаменитый объектив портретной «Пицваля», за который, к тому же, не надо было платить денег за патент «Шевалье». Так что достаточно прозрачная история. Таких много фотографий. Так вот, этот объектив, если мы посмотрим, как он работает, то удивимся. Почему-то в истории фотографии очень мало сохранилось снимков, где вот «пицваль» во всей красе. Вот как на этом снимке, на этом портрете. Видите, по краям такая невероятная размытость, очень характерная, кривая, такая верчонка, которую так любят некоторые неумехи от фотографии выдавать за творческий подход. Так вот, с такой верчоночкой очень мало снимков-то в музеях, в архивах, в частных коллекциях. То есть они есть, конечно, но их мизерное количество по сравнению с тем, сколько бы продавалось этих объективов. Причем все именитые фотографы очень любились фотографировать вот с такими большими трубами латунные, которые очень убеждали посетителей. То есть они когда видели такой могучий объектив, чем-то кое-что напоминающий, они сразу убеждали, что перед ними большой фотограф. На самом деле, если вы начнете снимать, а у меня есть много операторов, которые работают и в Северной Америке, друзей, и в других местах, они пытались добиться вот этого самого ощущения времени, используя объективы Пицвали или ранние объективы Шевалье. Но ничего не получается. То есть картинка получается какая-то омерзительная. И в конце концов, все останавливались на английских куках с софт-фокусом, с эффектом софта. Тогда на этом можно кино снимать. А вот на этом почему-то нет. И вот я, перебирая свои старые записи, нашел очень интересную свою заметку. Очень много лет назад, в начале 70-х годов, я похаживал в фотомастерскую одного из достаточно известных, но не очень публичных фотографов, который жил в Москве. И как-то, значит, я взяв попробовать у него такой достаточно поздний Пицваль фахтлендеровский, попробовал поснимать портрет, у меня ничего не получилось. Я очень с обидой, с большой, сказал, говорю, а как же вот там знаменитые фотографические ателье начала 20 века, у них-то все получалось. А у нас материалы лучше, и по спектру выдержаний, и контроль за освещением у меня в 10 раз лучше, чем у тех. А ничего не получается. Он говорит, ну... Этот старый фотограф посмеялся и сказал, ну что же ты, Сережа, такой наивный. Их показывали эти объективы посетителям и заказчикам. Сами снимались на их фоне, но никто же не собирался снимать этими объективами, ну кроме штучных, одиночных портретов крупным планом, да еще на прикрытых диафрагмах. Ну не работает он. Ни один заказчик не переживет такого безобразия. Дело ли, говорит, не так. Он мне сказал, возьми объектив, то есть надо было взять вот этот самый пицваль, который замечательный, и, говорит, сделай с ним очень простую манипуляцию. Возьми и вывиньте сзади заднюю пару, а переднюю пару развиньте и переверни кверх ногами. Вот тогда, он говорит, ты получишь те фантастические картинки, которые так ценят фотографы. Объектив-то останется тем же самым. То есть посетитель будет снят тем самым красивым большим объективом, который он увидел при входе. Его уважение к фотографу будет космическим. А результат будет совсем другим. Ну и действительно, когда я это сделал, у меня все получилось. Вот вы можете посмотреть, сравнить подряд объективы, снятые пицвальем, так сказать, в полном сборе, и с тем пицвальем, над которым я надругался в соответствии с советами старого фотографа. Ну полюбуйтесь. Как там, с резкостью, с разрешением, заодно и с цветом. То есть, по сути дела, мы возвращаемся к очень большой ахроматической паре, которая и работала все предыдущее время на пользу фотографов и фотографируемых. Поэтому, уважаемые любители фотографий, если вы хотите воспользоваться достижениями старой оптики, будьте внимательны. Я о многих вещах пишу в своих книжках. Здесь это рассказывается в Планате, в Дагоре, в Формате, в Тессаре. Там очень много тонкостей. Поэтому не все всегда получается. Ну а так могу сказать одно только. Я очень остался доволен очередной раз 907-м Хасельбадом цифровым, потому что он позволил мне вот на этой, скажем так, суперархаичной оптике получить очень приличные результаты. Причем в портретной фотографии, как вы видите. Мои лучшие пожелания вам. Используйте такие хорошие приспособления для того, чтобы получать удовольствие в выходные и праздничные дни от старинной оптики, на которой лежит такая патина времени, человеческих страстей, что даже трудно представить. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Успехов вам в испытании различной экзотической оптики. Получайте удовольствие. Их не так много в нашей жизни. До свидания. Их не так много в нашей жизни. Их не так много в нашей жизни.